Драматичный финал бриллиантовой лиги в Марокко, который весь мир увидел этим летом. На финише Сергея Шубенкова зацепил ямайский легкоатлет. В падении, но все-таки Шубенков вырвал победу. Хоть и под нейтральным флагом, под ним он выступает уже несколько лет. По идее, предсказуемое решение ВАДА не должно отразиться на нейтральном спортсмене. Однако не факт, что Шубенков вообще сможет выступить на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году. У России до конца года остается время, чтобы обжаловать решение ВАДА. Но, по мнению экспертов, шансов практически нет. Для сравнения, сто лет назад Германию тоже оставили без Олимпиады за развязывание Первой мировой войны. В 1948-м Германию и Японию. Санкция за Вторую мировую. Это американцы. Вот самое натуральное, там американцы все. Под их ним руководством. Ну и Канада, там и Польша. Вся эта шалупунь, извините. Но это неправильно. Неправильно, что отстранили. Потому что под российским флагом нужно выступать. Знаете, за спортсменов обидно, конечно, но больше обидно за наших стариков, за то, что они пенсию такую получают. За наших детей, которые в таких школах учатся, в сельской местности. Теперь под вопросом и этап Кубка мира по гребле в Барнауле, который должен пройти в 2021 году. Ведь 4 года России будет запрещено проводить крупные международные соревнования. Хотя здесь в любом случае решение за федерацией Каноэ. А она, как считают в Минспорте, края на нашей стране. Этап Кубка мира. Мы сделаем все, чтобы он был. То есть мы готовимся. Пока все нормально. Но вот сегодня у нас планировалась встреча с федерацией, перенеслась. Возможно, завтра в Москве на коллегии Минспорта. Но я смогу с кем-то, в том числе с представителем федерации, этот вопрос обсудить. Резолюция ВАДА не обошла стороной и пара олимпийцев. Многие из них готовы выступать под нейтральным флагом. Выступать надо. Зачем мы тогда вообще готовились? Все равно вся страна знает Россию, что мы россияне и весь мир знают. Как бы там, под какой символикой мы не выступали. В Минспорте, кстати, спортсменов за это не осуждают. Ведь чистые спортсмены покажут, насколько они сильны даже в таких условиях. Вспомним хотя бы награждение на Олимпийских играх в Пхенчхане, когда российские хоккеисты и многотысячный зал вместе, наперекор всему, исполнили гимн страны. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком.